Реформа школьного образования не прошла мимо них. Речь идет об учениках сельской школы села Григорьевка района Каушень, где детей разного возраста первый и третий класс учат вместе, в одном классе и одним учителем. Согласно приказу Министерства образования, классы, в которых количество учеников менее чем из 25 детей, должны быть группированы, чтобы оптимизировать затраты школы. Таким образом, младшим не остается ничего, как делить положенные 45 минут грамматики и арифметики со старшими коллегами. В первом классе у нас 9 учеников, в третьем 15. Мы проводим уроки совместно. Виктор и Геннадий – братья, и хотя разница в возрасте у них 2 года, учатся они в одном классе и сидят за одной партой. Кто? Гена. Это кто? Братик. Братик. Тебе нравится, что мы вместе? Да. Один и тот же предмет преподается во втором и четвертом классе. И преподаватели говорят, что это не впервой, когда им приходилось преподавать две разные темы одновременно в двух разных классах. Дети уже приучены к тому, что одним цветом, красным, тема всегда написана для четвертого класса, желтым – тема для второго класса. Труд, который ложится на плечи педагога, удваивается. Им приходится готовить на каждый день две разные темы. Вести два плана преподавания, два классных журнала, проверять в два раза больше тетради с домашним заданием. Но часы за преподавание не удваиваются и зарплата не увеличивается. На каждый урок я готовлю два плана. То есть один план по четвертому классу и один план по второму классу. И у меня на каждом уроке есть два журнала. Один журнал по второму классу, один журнал по четвертому классу. Директор школы говорит, что не было достаточного количества детей, чтобы сформировать отдельные классы. По этому пути мы уже идем три года, потому что уменьшилось количество детей в целом по селу. Сложно очень учителям, очень сложно. Из общего плана, учебного плана, если положено 46 часов, то остается 39 часов или 37 часов. Учителю приходится выполнять двойную работу. В той же ситуации находятся еще десятки классов района. На самом деле имеем такую ситуацию не только в Суркичине, Григорьевке, но и в школах сел Константиновка и Граденица. В районе Каушене учатся около 10 тысяч школьников. В районе Каушене учатся до 30.00 миллионов. В районе Каушене учатся на головы, но и в двухسمах.